Музыка Так он много что делает уже вот. А если будет другой губернатор или этот же, но вот есть у вас какие-то задачи? Ну, чтобы продолжал курс вот нынешнего губернатора. Я так думаю. По-моему, факт налицо, да? Ну, вообще-то очень много. Мы добываем золото, добываем рыбу, добываем все. А для региона, как для пенсионеров и для людей, я, честно говоря, ну не вижу каких-то... У нас даже вот ямочные ремонты, ну это же очень плохо. Почему во всем государстве везде дороги шикарные, а у нас почему в Магадане все как-то не по-человечье. Плюс, мы живем на севере. Я, допустим, жил на Аляске. Почему там не берут налоги, а у нас в Магадане мы добываем, а налоги берут. По всему региону вы ездите, налоги берут. Тарифы на авиабилеты. Вы думаете, это... Они обоснованы? До Хабаровска сколько стоит? Очень дорого. Зайдите в магазин, очень дорого. Мы добываем рыбу. Рыба дороже, чем мясо стоит. Ну это как можно? Попросилось бы губернатора попросить. Надо как-то на это обратить внимание на самом деле. Для региона, ну в принципе, продолжать по-прежнему так же развивать область, как и в настоящее время. Много объектов, которые сейчас уже в стадии реализации, строительства. Продвижение новых интересных объектов, таких как, вернее, продолжить вот такие значимые объекты, как парк Маяк, как президентский физкультурный комплекс. Ну в общем, работа идет, и дай бог, чтобы было так же по-прежнему, совершенствовалось и порадовать магаданцев и колымчан. Задач? Да нету. Задач для него. По-моему, неплохо он у нас тут рулит. Дорожки улучшились, чище стало, уютнее. Благоустройство, ну что сделать еще? Много сделано чего-то уже, но еще где-то не очень красиво, где-то грязно. Надо убираться, надо всем помогать в этом, я считаю. А вот как вы считаете, есть сферы, которым вот в первую очередь нужно уделить внимание, вопросы, может быть, какие-то? Я считаю, что здравоохранение. Здравоохранение и досуг наших детей, молодежи. Что там не так? Ну, вы знаете, в здравоохранении у нас к докторам сложно записаться. Если запишешься, то это определенный период времени, это очень долго. А дети наши, ну, хочется, чтобы уровень наших детей был такой же, как и на материке. Ну, чтобы он, как носов, заботился о регионе, потому что с его приходом, у нас много чего изменилось в хорошую сторону. А вот есть какие-то сферы, которым, на ваш взгляд, нужно уделить внимание? Уборки мусора вокруг города, потому что это ужасно. Это и люди должны сами следить за этим. Потому что приходишь в какое-то хорошее место, сначала убираешь все. А люди-то все в основном с машинами, неужели трудно вывезти? А вы какую сферу отметили бы? Да тоже, наверное. Так в основном все меня устраивает. Если к нам придет новый губернатор в наш регион, в первую очередь изучить этот край, побеседовать с людьми, посмотреть вглубь и в суть нашего края. Он классный, он яркий, и он очень сильно просит заботы хозяйской. Нашему краю нужен настоящий папа, который будет в первую очередь заботиться о благосостоянии края. На самом деле все сферы требуют внимания. И специалистов, и риска пробовать что-то новое. Даже, к примеру, если брать наш асфальт. Все кладут по старым технологиям. И я абсолютно уверена, что если задаться вопросом и поизучать, посмотреть другие технологии, быть может пригласить реально специалистов из других северных регионов, может быть даже из-за рубежа, к нам в Магадан, чтобы они сказали свое экспертное мнение. Мы получим больше результат, чем сейчас, чтобы не тратить деньги из бюджета. Это как вариант. И так везде, и во всем. Продолжить начатую работу и закончить все. А вот есть какие-то сферы, которые требуют сейчас еще внимания? Как вы считаете? Я считаю, что очень много сфер охвачено. Очень поддерживается образование и спорт. И это чудесно, и чтобы это продолжалось. Ну, в первую очередь, благоустроить, конечно, какие у нас эти тротуары, дети бьются на этих самокатах, дороги в основном. Ну и, конечно, лечение, потому что сейчас вот закрыли эту поликлинику. Неизвестно, когда она откроется. И весь народ в одну. Просто не добиться никакого специалиста. То есть вы считаете, что нужно уделить внимание здравоохранению, ну и, собственно, дорогам. Есть еще какие-то сферы? Ну, их много. Всех не перечислишь. Ну, это вот в основном, я вот считаю. Ну, я думаю, наверное, социальным каким-то вопросом. Ну, во-первых, это жилье. А во-вторых, заработная плата. Бабушки, дедушки, наверное, пенсионеры. Что конкретно? Ну, не знаю, пенсию, не жалуются на пенсию. Могут как-то увеличить им.